Крупные промышленные предприятия от Волгоградской области до Сахалина предложили рабочие места работникам Рудника Мир. В Алмазной столице прошла ярмарка вакансий. Ее организовало агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Соискателям рассказали о вакансиях, условиях труда и ответили на интересующие вопросы. С подробностями наши коллеги. Больше 200 вакансий предложили работникам Рудника Мир, находящимся в простой компании из разных регионов России. Это Сургутнефтегаз, Восточно-Горнорудная компания, Еврахим Волгокалий, Дальполиметалл и Якутск Энерго. Была проведена предварительная работа. Мы приглашали работодателей со всего Дальнего Восточного федерального округа, чтобы они приехали сюда в Мирный, посмотрели те кадры, которые есть у компании, на квалификацию этих работников и уже предложили работу либо в Якутии, либо за пределами республики, в тех субъектах, которых они представляют. Чтобы мирнинцы могли получить представление, на какое производство их приглашают, компании-работодатели привезли свои презентационные ролики. В них информация об условиях работы, проживании и гарантиях. Представители Мирнинского центра занятости подчеркнули, такой широкий выбор вакансий – хороший шанс трудоустроиться. Ведь в целом по району ситуация с безработицей непростая. «Работы в районе у нас на сегодняшний день, к сожалению, не так много. Именно по вашей специальности, в стиле Мирнинского центра, какой есть у вас. Возможно, пришло время, чтобы менять свои жизни, поэтому пока есть варианты, пока вас ждут, пока вас приглашают, я думаю, можно было бы согласиться». Оставшаяся часть встречи прошла в формате «вопрос-ответ». Особый интерес у работников вызвали вакансии компаний «Еврахим Волгакалий», «Восточно-горнорудный» и «Даль Полиметалл». Больше всего мест предложили на вакансии горнорабочих, водителей и слесарей. Помимо горняков, находящихся в простое, трудоустроиться предложили и работникам других структурных подразделений «Алроса». «У нас это Южно-федеральный область, соответственно, и корзина производственная другая, другие расходы». По итогам встречи мирницы подали в адрес российских компаний 40 анкет с просьбой трудоустройства. Но, как отмечают организаторы, скорее всего, их будет еще больше. Мария Урцева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».